Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Многие наверное уже знают, что частота оперативной памяти на процессорах Ryzen очень сильно поднимает их производительность. А связано это напрямую с шиной Infinity Fabric, которая поднимается вместе с разгоном оперативной памяти. В этом видео я постараюсь максимально доступно рассказать вам про то как разогнать оперативную память и каким результатом нужно стремиться при разгоне. Ну а перед тем как мы перейдем к разгону DDR4 не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И начнем мы наш путь оверклокера с самых базовых знаний. Любая оперативная память работает на какой-то определенной частоте и имеет определенные задержки в лице таймингов. Соответственно чем выше тайминги тем хуже, а чем выше частота тем лучше. Однако эти значения очень сильно взаимосвязаны, поэтому слегка поднятые тайминги, но с большей частотой дадут намного большую производительность на процессорах Ryzen. Но результаты разгона при любом раскладе нужно проверять на наличие прироста скорости. Так что задрать тайминги до небес и выставить огромную частоту можно, но при таком раскладе вы не получите никакого прироста. Поэтому к любому разгону нужно подходить грамотно. Что касается самих планок оперативы, то тут все просто. Чем больше объем модулей, тем меньше шансов их сильно разогнать. То же самое касается и количества планок. Две планки всегда гонятся лучше чем четыре. То есть например две одинаковые планки по 8 гигабайт смогут взять большую частоту чем такие же две планки по 16 гигов. А также две планки по 4 гигабайта погонятся лучше чем 4 планки по 4. Поэтому не всегда есть смысл докупать еще две планки к уже имеющимся. Особенно если вы собираетесь их разгонять. Также память бывает одноранговая и двуранговая. Одноранговые модули обычно позволяют добиться более высоких частот. Однако двуранговые модули при той же частоте и таймингах могут оказаться более производительными благодаря чередованию рангов. Ну а сама удачность разгона в целом зависит от самих банок памяти которые установлены в вашей оперативке. Узнать всю полезную информацию о них можно при помощи утилиты Typhoon Burner. Просто запускайте ее и нажимайте на кнопку Read и она покажет вам подробную информацию про вашу ОЗУ. Для примера по вот этому отчету этой утилиты можно увидеть что стоит память Hynix на чипах Sedai с объемом 8 гигабайт. Эта информация пригодится нам чуть позже, а пока я хочу рассказать вам про напряжение. Любой разгон оперативной памяти напрямую завязан с поднятием напряжения. Обычно все планки из завода работают на вольтаже 1.2, а профиль XMP как правило поднимает напряжение до 1.35 вольта. Кстати сам профиль XMP по сути и является разгоном, просто его за вас сделал производитель планок. Ну а по спецификациям оперативной памяти типа DDR4 максимально возможное напряжение может составлять 1.5 вольта. Но это не значит что следует бежать и выставлять такой большой вольтаж. Как правило при таком вольтаже планки долго не живут. Поэтому разумным будет выставлять вольтаж от 1.35 до 1.45 вольта. Также не стоит забывать что у каждого райзена есть свой контроллер памяти и он также имеет свой вольтаж. Обычно он называется в биосе как V-Core SOC и очень часто его значения также приходится поднимать для удачного разгона АЗУ. Но в большинстве случаев удается разогнать планки не трогая этот параметр. А материнская плата обычно выставляет его сама в районе 1.05 или 1.1 вольта. Главное помните что этот вольтаж выше 1.15 вольта может давать отрицательный эффект на разгон памяти. Так что выше 1.15 вольта задирать его смысла особо нету. И теперь мы плавно подошли к самим возможностям Infinity Fabric. Если кто не знает то это шина через которую ядра общаются с другими комплектующими. Как правило частота Infinity Fabric равняется половине от АЗУ. Но в зависимости от поколения райзенов она работает немного по разному. Но эта информация по сути нам не понадобится. Самое главное что нужно знать это то что разгон АЗУ упирается именно в Infinity Fabric. И как правило для первых поколений райзенов отличным результатом будет догнать планки до частоты 3200 или 3400 МГц. Дальше прироста вы уже не получите, а то и наоборот получите меньшую производительность. А вот процессоры второго поколения на Zen Plus чуть лучше работают с АЗУ. Поэтому на них вы сможете разогнать оперативу вплоть до 3533 МГц. А на новеньких райзен 3000 оперативная память гонится вплоть до 3800 МГц. Но тут становится вопрос а что делать если у вас удачные планки способны выжать 4000 и выше. Но процессор попросту вас ограничивает. В таком случае вам стоит дождаться райзен 4000 которые скорее всего смогут работать на таких же высоких таймингах. Но покупать планки с запасом на будущее всегда полезно. Особенно когда цена на средние модули почти одинакова. А в разгоне многие планки намного лучше других. Ну а если у вас очень удачный процессор то при правильном подборе таймингов результаты максимального разгона могут слегка отличаться от этих значений. Также немаловажным показателем при разгоне АЗУ является количество PCB слоев в материнской плате. Но это уже сильно большие тонкости просто нужно знать что более дорогие материнки как правило имеют больше слоев. И как видите от того на сколько погонится ваша оперативка зависит не только сама АЗУ, но и процессор и материнская плата. И как видите процесс разгона это не так просто как кажется на первый взгляд. И гораздо лучше взять готовые плашки с XMP профилем. Ну и давайте наконец то перейдем к разгону. На мой взгляд есть два типа разгона. Первый это просто легкий разгон плашек от их XMP профиля, а второй это более грамотный и технически сложный способ. Для обоих вариантов вам придется обзавестись такими программами как AIDA64 и Linux для процессоров AMD. AIDA вам понадобится для теста скорости памяти чтобы понимать что вы там разогнали и есть ли какой то в этом прирост. А вот в Linux вам понадобится убить немалое количество часов чтобы удостовериться в полной стабильности вашего разгона. Также можно еще использовать Prime95 в режиме Blend. Он тоже сильно используют под систему памяти. Для первого способа нам понадобится зайти в BIOS и перейти в раздел вольтажа. Там мы зафиксируем вольтаж на 1.35 вольта и теперь заходим в тайминги и вбиваем значение из вашего XMP профиля. Значение тайминга вашего XMP можно узнать через ту же AIDA64. Затем мы выставляем множитель на один шаг выше и пытаемся запустить систему и проверить ее стабильность. Чтобы ускорить этот процесс достаточно просто начать с более высоких частот и в случае если ваш ПК не стартует просто понижать значение. Я покажу вам как это делается на примере самых обычных вайперов на 3000 МГц. Я зафиксировал тайминги из XMP профиля хотя на большинстве материнок они сами выставляются и их выставлять не обязательно. Но лучше лишний раз прописать. Дальше я выставил вольтаж на 1.35 вольта и просто поставил множитель на 3200 МГц. Затем я загрузился в систему и погнал тест памяти AIDA. И как видите прирост от такого разгона в 200 МГц уже ощутимо заметен по всем значениям. Дальше я погонял пару часов Linux и более менее убедился в стабильности работы. И погнал в BIOS и стал пытаться выжать еще больше. В итоге планки стартовали только на частоте 3266 МГц. И это был их максимум при стоковых значениях XMP. Ну а по показателям прирост тоже был, но не такой большой. Дальше мы отталкиваясь от значений XMP можем попытаться поднять вольтаж например до 1.4 вольта и завести эти планки на 3400. И если не получится, то поиграться с первичными таймингами. Например попытаться поднимать значения на 1 единицу и гонять тестами. Кстати тайминги есть первичные и вторичные, но больше всего влияют на производительность именно первичные. В общем таким образом отталкиваясь от XMP профиля мы можем чутка разогнать наши планки. Но самое главное тут это добиться стабильности. Если вы видите ошибку, то это значит что ваша память нестабильна и рано или поздно вы поймаете синий экран. А вот второй способ более продвинутый. В нем мы будем разгонять все руками. Для упрощения подбора таймингов или если у вас нету вообще XMP профиля в планках, можно воспользоваться программой Ryzen DRAM калькулятор. Скачать эту программу можно спокойно в Stetch PowerUp. Здесь нам понадобиться указать какое поколение процессора мы используем. Затем заполнить поля с типом вашей памяти, которую мы уже узнали через Typhoon Burner. Шину BCLK трогать тут не надо и лучше ставить ее значение на 100. Ну и указав все значения нажимаем кнопку посчитать и получаем ориентировочные тайминги для нашей частоты. Затем отправляемся в BIOS и вбиваем полученные тайминги и вольтаж. И вот таким вот методом пытаемся добиться стабильности планок и самое главное следите за значениями в аиде. Очень часто при определенных значениях таймингов скорости и латентность могут упасть и ваш разгон быстро превратится в кукурузу. И помните что вольтаж желательно не задирать выше 1.45 вольта. И вот таким вот методом подбора вам необходимо подобрать самую максимальную частоту с самыми минимальными таймингами при самом маленьком вольтаже. Я думаю вы уже поняли, что дело это очень нудное и как правило очень часто вы будете думать что все стабильно, но через два часа теста вы словите ошибку и начнете делать все по новой. Также не забывайте про напряжение SOC, которое также может быть придется поднять. В общем вот так вот гонится оперативная память. Если подходить к вопросу выбора АЗУ грамотно, то я думаю вы точно не захотите читать очередной комментарий анонимуса который сказал что память вуфлоу, так как его Ryzen 3 1200 не взял заветные 3600 МГц, которые кстати он сам себе придумал. Ну а сколько возьмут ваши плашки зависит как от их типа памяти так и от вашей материнской платы и процессора. Если ваш камень или мать не способна выдержать 3800 МГц в меру своих технических особенностей, то это не значит что ваша память плохая и возможно на другой системе она заработает на такой частоте. В общем я попытался максимально доступно рассказать вам что такое разгон АЗУ и как его делать. Если вам понравился ролик не забудьте поставить ему лайк. Ну а я хочу напомнить вам что вы всегда можете задать мне любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok